Данилу совсем скоро исполнится 12. Ребята со двора уже давно гуляют без присмотра родителей, а его без сопровождения не отпускают и в школу. С меня, конечно, тут в округе смеются, что ты его до 18 лет будешь возить. Надо будет и будет до 18 лет возить, потому что ребенок у меня один, жизнь у него одна, поэтому да. Не услышат приближающейся машины или не отреагируют на прочие опасности. В случае этой семьи переживания связаны отнюдь не с невнимательностью сына. С двух лет у Данила серьезные проблемы со слухом. На детской площадке, если мяч стукнул об асфальт, то дети оградываются, и Данил не оградывается. Тогда-то мама и забила тревогу. Помимо реакции, у мальчика резко ухудшилась и речь. Со временем он вовсе перестал говорить. Что произошло, врачи не берутся сказать и по сей день. Как все детки начинают огукать, люлюкать, потом в дальнейшем начал произносить слова, такие как мама, бабушка, брат у меня есть, дядя. После этого вроде да, как все малыши развивался. Тугауха из третьей степени. Этого диагноза в семье никак не ожидали. Мать воспитывает мальчика одна, отец судьбой ребенка по ее словам не интересуется. На собственное средство Елена купила для сына первый комплект слуховых аппаратов. На второй собирали всеми родственниками. Мальчика отдали в специализированный детский сад. Благодаря детскому саду спустя три года я впервые опять услышала слово мама. Вы не представляете. Я там рыдала на взрыв просто в детском саду. Потому что это, конечно, мне и сейчас могут слезы быть. Сейчас Данила уже собирается в пятый класс. Учится в школе-интернате для слабослышащих детей. За хорошую учебу даже получил стипендию от спонсоров. Любимый предмет в школе математика. Задачки, рассказывает мама селкает, как орешки. А на переменах он душа компании. Он очень шустрый. Посещает секцию бассейна в учебное время. Потому что школа предоставляет и автобус. И эта секция абсолютно бесплатна. Ребенку очень нравится. Тем более они туда ходят не просто как в бассейне поплавать. Не для развлечения. А они именно на результат работают. Тренер его хвалит. Он говорит, что молодец. Тоже были удивлены, что у него как бы излишняя масса тела. Но он очень старательный. У него все получается. Но вот во дворе среди ребят мальчику гораздо сложнее адаптироваться. Он не понимает, он не успевает за их речью. То есть он приходит, я не хочу дружить с него. Почему? Тебя обижают? Нет, не обижают. Они быстро говорят. Я их не понимаю. Срок службы одного комплекта аппаратов 4-5 лет. Еще хуже и то, что сам слух с каждым годом стремительно ухудшается. Вот за 15-й год. Вот наши результаты. Смотрите. Правое ухо 76, левое 72. И вот этого года справа глухота, слегка тугоухость. Слева 88, справа 96. То есть на 20 почти скакануло вниз. Сбор средств для Данила на современные слуховые аппараты открыл Русфонд. Поставщик выставил счет на 172 тысячи рублей. Самостоятельно собрать такую сумму мать-одиночка Елена не может. А тем временем аппараты, которые сейчас носит мальчик, могут навредить здоровью. Из-за невыносимого свиста иногда их приходится снимать. Я примеряла сама слуховой аппарат. Вы не поверите каким-то шумом. Я вообще не понимаю, как он может в них различать звуки. Помочь Данилу услышать голос матери, друзей и близких можно прямо сейчас. Самый простой способ отправить СМС со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. СМС с одного номера можно отправлять сколько угодно. Другие способы перевода средств описаны на сайте Русфонда. Мама Данила уверена, преодолев звуковой барьер, в будущем сыну покорятся и другие высоты. А пока мечта мальчика стать охранником, чтобы оберегать покой тех, кто будет под его защитой. Но без чуткого слуха это искреннее желание так и останется. Лишь мечтой. Выйдет на улицу и услышит все. Та-да-да. Инна Щедрова, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. За организацию съемок благодарим сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова